Здарова, народ! Вы на канале Кронос, и сегодня мы будем говорить про Warcraft 3 Reforged. Помнится, анонсировали его в 2018 году на местном Близконе, и это был хит, да, то есть это единственное, что выстрелило на том Близконе. Как я помню, там был Diablo Immortal, и Warcraft 3 Reforged, да, это были две игры на этом чертовом Близконе. Вот прошло, собственно, сколько, чуть больше года. Сначала игру обещали в конце 2019, и не успели, и это был первый звоночек. А потом он вышел в 2020, и получился, мягко говоря, не очень. Сейчас это, если не ошибаюсь, самая низкооцененная игра вообще, блин, во вселенной. Ей ставят нули, ей ставят единицы, ее все люто бешено ненавидят, и на самом деле есть за что. Но проблема-то в том, что внутри ядро игры, и оно хорошее, потому что это третий Warcraft. А третий Warcraft это хорошая игра. А вот ремейк просто отвратительный. Понимаете, ремейки можно делать по-разному. Можно сделать, как, например, Краша Бандикута. В нем переделали минимум всего, лишь немножечко оттюнинговали управление, и, ну, перекрасили, сделали хорошие модельки, и это нормально, конечно. Можно сделать, как Resident Evil 2. Это полностью новая игра. Я, правда, не играл в часть на PlayStation, но это хорошая современная игра. В нее приятно играть, в нее весело играть, но при этом это, вроде бы, та самая игра с PlayStation. Что еще? То есть, да, можно сделать ремастер, можно сделать новую игру, а можно сделать рефордж. У рефорджа, да, блин, ну просто дохрена проблем. Люди совершенно не понимали, что они делают. Сначала нам наобещали с три короба, что там будет и новые ролики, и новые модели, и новая озвучка, и вообще все будет офигенно. А в итоге, что к нам доехало, да приблизительно ни хрена. Основная проблема у рефорджета в том, что на каждый чертов аспект игры он где-то по-мелкому обсирается. Да, в нем есть маленькие небольшие приятности, типа, знаете, там, ну, стационарные модельки смотрятся неплохо, да. Есть измененные миссии, есть какие-то, ну, совсем мелкие приятные изменения. Ну, понимаете, это как к тебе подбежит на улице человек, бахнет тебя арматурой по ноге, ты упадешь, будешь стонать и биться, блин, в истерике, но при этом ты находишь 10 рублей. Да, тебе это, конечно, приятно, но колени-то сломаны. Короче, я не буду обсуждать каждый чертов апсер рефорджета. Это, типа, займет минут 40. В принципе, я думаю, вы можете найти что-то подобное на ютубе. Нет, я хочу, в принципе, рассказать про свои впечатления, про компанию, потому что у меня есть такая традиция. Каждые годы я хожу в баню и там перепрохожу, блин, третий Варкрафт, потому что я люблю третий Варкрафт. Это одна из моих любимых игр наравне с героями Меча и Магии. И в этом году я перепрошел Варкрафт 3 Рефорджет. Это не было прям ужасно, но, пожалуй, больше удовольствия я бы, наверное, получил от перепрохождения классического Варкрафта. Да, мне было интересно кое-что послушать. Да, в нем, ну, есть, в принципе, неплохие аспекты, даже озвучки. Но косяков в нем слишком много. И сейчас мы будем их обсуждать. На самом деле, у меня есть теория, что Варкрафт просто сейчас это бета-версия. То есть мы играем в недоделанную игру. Нам, геймерам, конечно, не привыкать жрать говно с лопаты, но куда деваться. На это указывает несколько факторов, но мне вот кажется особо показательным один конкретный. Смотрите. Насколько мы все знаем, в новом Рефорджете просто великолепный актер озвучки Артаса, который звучит как абсолютно безэмоциональное бревно. Это не проблема, на самом деле. Проблемы две других из этого внезапно вырываются. Смотрите. Во-первых, Blizzard хотели, чтобы все Артасы в чужих языках звучали как Артасы с английской версии. А я играл в оригинал в свое время, в английскую версию, и там Артас достаточно пустой и безэмоциональный. И знаете ли, особенно на фоне гениального нашего классического Артаса Вихрова, который... Проклятие Утар! Это смотрится, мягко говоря, не очень. Но это как бы показывает абсолютное непонимание о текущей Blizzard и своей фанбазе. Но я сейчас не о том. Проблема-то в другом. Смотрите. У нас сейчас есть классический голос Артаса, который озвучивает его в Вове, Короля Лича. Который озвучивает его в Хёрдстоуне. Ну вот это... Воины ледяных пустошей, восстаньте! Воины ледяных пустошей, восстаньте! Я понимаю, что не похоже, но вы смысл поняли. Почему не позвали его на озвучку? Смотрите. В Рефоржде много актеров озвучки, которые сейчас Хёрдстоуновские и Вововские. Например, вся классическая тройка эльфов. Иллидан, Тиранда и Малфурион. Они нормальные актеры озвучки. Они хорошо уже прикипели к своим ролям. Ты их сразу узнаешь. Почему нужно было поменять главного, мать его, персонажа игры, который участвует минимум в трех компаниях. И еще в качестве камео появляется еще в нескольких. Да? Я не знаю. Но, смотрите. Артем Кретов. Голос Королевича Текущего. Почему его не позвали на озвучку? Я не игровой журналист. Я лично ему не звонил, у него не спрашивал. Но я видел такой инсайт, что... То есть, ему этот вопрос задают довольно часто. На что он ответил, что он в тот момент, когда озвучивали Warcraft, был занят. И не мог выделить на это времени. Понимаете? То есть, смотрите. Это, блин, это чертов... Это легендарная игра. С легендарной, мать его, озвучкой. И у них не нашлось времени на то, чтобы вытащить одного человека. Блин, чтобы он озвучил главного героя. Они нихера не успевали. Абсолютно. Все явно делалось в абсолютнейшей, дичайшей спешке. И это видно по компаниям. То есть, в игре три полноценно переделанные миссии. Эти три миссии в первых двух компаниях, в первых двух, блин, из восьми, то есть, ничего не успевали. И в этом, в принципе, вот это все. Вот это вся одна большая проблема Reforger, понимаете? Он не доделан. Его не успели сделать. Его делали в страшной спешке. Его нужно было перенести на год, а то и на два. Но Blizzard в 2018 году, а бас... Они, конечно, вторая по заработку компания в 2019 году. Но судя по тому, как они стремительно, блин, теряют свою репутацию, дела-то у них идут сейчас не так, блин, хорошо, как хотелось бы. Но денег они зарабатывают, конечно, много. Ну да ладно. Это я все поныл. Ой, боже, как все плохо. Мы потерянное поколение. Мы все просрали. Прости нас, Владимир Вихров. Ладно. Давайте все-таки поговорим про более конкретные вещи, которые лично меня очень сильно взбесили. И начнем мы... Начнем мы. Начнем мы с обучения. Ты, человек за экраном, сейчас подумаешь. Он что, долбанулся? Какое обучение? Это наркоман, что ли, сраный. Там, блин, еще 8 компаний. Ты мне тут про обучение будешь втирать? Да. Я буду втирать тебе про обучение, потому что они даже обучение умудрились засрать. И я сейчас говорю не про голос оркоподкастера. Нет, к нему у меня претензий нет. Оркоподкастер пришел и зачитал своим стандартным оркоподкастерским стилем. Сейчас? Нет. Ну, я не смогу спародировать оркоподкастера, у него все-таки не настолько токсичный голос, как, например, у Вихрова, какого-нибудь или Копа, но... Сейчас выберите Батрака. Батраки — это основные юниты орды, которые строят здания. Отдайте приказ Батраку. Выберите Тралла. Для этого щелкните по нему левой кнопкой. Я... Хорошо. Похоже, вам не терпится отправиться в путь. Но сначала научитесь отдавать Траллу приказы. Прикажите Траллу следовать к находящемуся неподалеку знамени. К оркуоподкастеру у меня никаких претензий нет. Он пришел, он сделал. На своем уровне, как мог. У него супермаленькая роль. Он озвучивает первые две миссии в обучении. Но в обучении теперь 5 миссий. Смотрите, я не против обучения в играх. Я на самом деле считаю, что в хорошей игре не должно быть обучения. Хорошая игра сама тебя обучит по мере прохождения. Но в Варкрафте есть обучение. Это нормально абсолютно. Во втором Старкрафте, кстати, нет. А к второму Старкрафту мы еще вернемся. Так вот, смотрите. Первые две миссии — это чистейшее обучение. То есть выберите Тралла, кликните правой кнопкой мыши. Вы видите, пока Тралл двигается, черная пелена раздвигается. Это называется туман войны. А еще вы можете убивать других юнитов. Вы же в Варкрафте. Вы знаете, игра Варкрафт. Вар, война, крафт, ремесло, военное ремесло. Ладно. Вторая миссия в компании тоже как бы нормальная. Это обучение строительству базы и немножечко каким-то дополнительным фишкам. Но! Вот теперь самая главная проблема. Три последние миссии в исходе Орды, которых раньше не было. Это была дополнительная компания. Это была дополнительная компания, которую нужно было открывать отдельно, запускать и играть. И в ней не было озвучки. Теперь в ней озвучка есть. И это теперь официальный кусок пролога. И с ней просто, блин, все пошло через жопу. Смотрите. Эта компания важна сюжетно. Потому что в прологе Тралл говорит, мы уплываем из этих сраных восточных королевств, из этих сраных людей и плывем в Калимдор. Окей, зашибись. Орки садятся, вся Орда, понимаете, вся Орда садится на четыре корабля и уплывает. Претензий нет, отлично. Я приблизительно так же в Ове, блин, всю Орду передвигал. Неважно. Суть в чем. Уплывают Орки, а в компании ты приплываешь с троллями. И человек, который не играл в эту компанию, ну, лично у меня в детстве не возникало вопроса, потому что я был тупым. Я сейчас, конечно, тупым и остался, но вопрос-то не в этом. Откуда взялись тролли? А про это вам рассказывают. Это самая дополнительная компания, которая теперь часть канона. Я, блин, расплылся мыслью дико, но это, блин, нужно, чтобы понимать. По сути, все эти три миссии, они нужны только для того, чтобы объяснить, почему тролли Черного Копья теперь часть Орды. Вы, люди, которые играете за троллей в World of Warcraft, блин, скачайте и пройдите эту компанию. Вы не знаете своего чертового легаси. Вы убивали, блин, морскую ведьму в катаклизме. Я знаю, но вы не знаете, кто такая морская ведьма. А теперь вы будете знать. Так вот. Смотрите. Третья миссия. Это абсолютно классическая карта стенка на стенку, то есть база на базу. У тебя есть несколько зданий и несколько новых воинов. А еще на этой карте есть база Альянса, которую нужно разрушить. Это был бы идеальный момент, чтобы наконец-то рассказать игроку про типы брони. То есть смотрите, в Warcraft, в отличие от, например, StarCraft, довольно сложная система брони. Их там несколько видов. Легкая, тяжелая, средняя, без брони, героическое и укрепленная. И несколько видов атаки. И разные виды атаки наносят разным видам доспехов больше или меньше урона. И это важно понимать. Да, там есть очевидные вещи, типа осадный тип урона наносит больше урона здания. Но почему я вам это рассказываю, и они это рассказывают обучение? Мне непонятно. Ну да ладно. Мы проходим эту миссию. И мы перемещаемся в следующую. Это достаточно классическая по облизовским меркам миссия, где тебе всего лишь нужно пройти с точки А в точку Б с ограниченным набором армии, без строительства, без улучшений. Окей, нормально. Но эта миссия нахер не нужна вообще. То есть, в ней вообще... То есть, во-первых, в отличие от предыдущей миссии, в ней даже нет новых механик. То есть, тебя ничему не обучают. Ты просто бежишь с кучкой троллей от начала и до конца. И в конце ты дерешься с мурлоками, которые по размерам превосходят тауренов. Ну, это мелочи тоже. И, наконец-то, пятая миссия. И пятая миссия, это вот прям апофеоз всего... всей жопы, всего пофигизма, которого не должно было быть в рефорджете. Пятая миссия должна быть очень хорошей, а по факту она абсолютно бесполезна. Смотрите. Это миссия на защиту базы. У Близзов есть фетиши на миссию на защиту базы. Смотрите. В классическом третьем Варкрафте последняя миссия, это миссия на защиту базы. Во втором Старкрафте за людей последняя миссия, это миссия на защиту базы. В Legacy of the Void, если не ошибаюсь, одна из последних миссий, это миссия на защиту базы. Ну, вы поняли, в общем, основную идею, да? То есть, это важный тип компаний, миссий. Тебе ничего про не... Смотрите. В ней вам дают знахарей, и в ней траль... Траль. И в ней трал получает шестой уровень. Казалось бы, вот в этот момент нужно рассказать некоторые важные вещи. То есть, смотрите, например, знахари. Знахари — это тролли, у которых есть три вида тотемов. Наблюдающий, оглушающий, лечащий. И, казалось бы, вот сейчас идеальный момент, чтобы рассказать игроку. Смотри, ты можешь взять и поставить оглушающие тотемы в местах, где, скорее всего, полезут мурлоки. Они их оглушат, и будет офигенно. Ты должен об этом догадаться сам. Ладно, это мелочи. Вторая проблема. Трал берет шестой уровень. Шестой уровень? В Варкрафте ввел это, чертово, блин, понятие ультимейта. Да? То есть, по-моему, это появилось именно в третьем Варкрафте. Что такое ультимейт? Это самая мощная способность героя. Что тебе рассказывает про них игра? Нихерашеньки. Смотрите, ультимейты, героические способности, которые открываются на шестом уровне, это самые мощные заклинания в арсенале ваших героев. Они всегда долго перезаряжаются и достаточно расточительны по мане, но их эффект способен перевернуть ход боя в вашу пользу. Внимание, вопрос. Почему я смог вам сейчас за 4 секунды придумать и рассказать, как работает эта, блин, фигня, а Blizzard не смогли? Да хоть тем же голосом оркоподкастера, ну, блин, поэксплуатируйте его чуть больше, бедолага ролики не делает, надо же ему хоть чем-то заниматься. Так, потом, еще в этой миссии есть дополнительное задание. Тебе говорят, обойди деревеньки троллей и забери беженцев к себе на базу. Что ты делаешь? Ты нажимаешь кнопочку Shift и делаешь 4 щелчка. Тралл проходит по всем 4 деревням, собирает всех троллей и ты уходишь. Нахера такая вообще дополнительная миссия нужна? В чем дополнительность этой миссии, блин? В ней нет никакого челленджа, никакой сложности. Ладно. А теперь возвращаемся к второму Старкрафту. Смотрите. Во втором Старкрафте, в прологе, финальная миссия это миссия на защиту базы. В ней есть дополнительное задание. Там к тебе выходят на связь люди, ну, пехота, космодесанта хотел сказать. Там с тобой выходят на связь несколько пехотинцев и медиков и просят их спасти. Эти пехотинцы и медики всегда расположены в таких местах, до которых надо пробиться. То есть, тебе нужно взять небольшую армию и победить местных зергов, чтобы получить подкрепление. При этом, рядом с подкреплением всегда лежат ресурсы, что большой плюс для тебя. И смотрите, это, блин, это великолепно, это правильно, это решает кучу проблем и обучает тебе новые механики. Почему? Смотрите, в втором Старкрафте тебе очень часто приходится, даже в миссиях, где тебе нужно защищаться, тебе нужно часто брать своих пацанов и куда-то направляться. И вот эта миссия конкретно учит тебя, что тебе это полезно делать, что это приносит за собой выгоду. При этом, в компанию, в принципе, не научившись этому, невозможно пройти. Чему тебя учит рефорж? Да хули, блин, уходи по карте, ёпт, может, одним героем тебе никто ничего не сделает. Ну и вот, вот это, блин, основная проблема обучения. Оно не обучает. Ну ладно, допустим, это не обучение, допустим, это пролог. Это пролог, который необходим для того, чтобы игроку дать экспозицию, чтобы он чуть-чуть лучше узнал сюжет. Тогда у меня тоже есть претензия. Зачем в прологе геймплей? У вас есть интерлюдии, у вас есть ролики, снимите ролик, снимите интерлюдии. Да боже, пустите, блин, плывущим текстом. Но после того, как Тралл поплыл в Калимдор, он встретил на своем пути благородных троллей Черного Копья и сделал их частью орды, чтобы у них тоже были юниты, которые умеют стрелять лол. Ну вот, блин, проблема решена. И типа, не надо говорить, что такого не делали. Такое делали. В финальной миссии первой компании Артаса тебе пишут в конце, что принц, с недаемой шепотом Фростморна, отправился в сраные пустоши на Родскол, а где долбанулся на отличненькое. Ваши аргументы. Давайте подведем итоги. Самая лучшая часть обновленного обучения это озвучка от Орка Подкастера. Сейчас мы как следует поговорим про озвучку. Смотрите. Мне не нравится новый голос Артаса. Мне не нравится новый голос Джайна. И вообще, мне в целом достаточно сильно многие голоса не нравятся. Но, во-первых, это вкусовщина. Во-вторых, опять же, тут кроется другая проблема. Смотрите. очень много актеров озвучивает то есть очень часто один и тот же актер озвучивает целую кучу разных персонажей. Особенно в этот раз этим отличился Владислав Коб. Коб отличный актер озвучки. Он очень хорошо играет Элидана. Вот он прям такой эталонный Элидан. И у Элидана было три голоса озвучки. Смотрите. Это в первом оригинальном Варкрафте. В третьем. Тысячи лет я томился во тьме. Был достаточно какой-то такой странный унылый Элидан. Это в Ледяном Троне был новый Элидан. Итак, моя тюремщица, наконец-то ты добралась сюда. Который уже был такой попафосный. И потом Коб, который Вы не готовы! Вы не готовы. Ладно, ладно, вы готовы. Вы там все готовы. чему угодно. Коб молодец, вообще, зашибись. Но при этом Коб озвучивает Элидана, Охотника за головами троллей, Сенджина, Друида Ворона и, как мне показалось, Громаша Адского Крика. И это те, кого я вспомнил на вскидку. Пять ролей. Пять. И, опять же, это не проблема. Проблемы начинаются, когда один и тот же актер озвучки начинает разговаривать сам с собой. Два примера шизофрении. Первый это Владислав Коб в компании Обучающей. Там трал встречает троллей и тролли такие «Ну че, братишка, здорово!» Типа «Мы тролли черного копья, че, как дела?» Это говорит голосом Коб Охотник за головами. И тут рядом с ним появляется Сенджин и говорит абсолютно тем же голосом, но как полный «Удачи, друг! Сейчас меня ждут важные дела, но скоро мы увидимся вновь!» «Привет, дружище! Сенджин говорит, ты поможешь нам разобраться с альянсом. Тут еще одна проблемка. Раньше воды этого источника были лечебными, но странный газ из-под земли отравил его». И такой «Эмм, это было неловко!» Второй пример это голос Трала и Архимонда. Их озвучивает один и тот же человек. И одна из моих самых любимых сцен в Эншпиле первой кампании, когда Трал говорит что-то в стиле «Мы орки, мы свободны!» и фигачит Архимонда цепной молнией. «Мы сильнее, чем ты можешь себе представить, демон. Если нам уготована смерть, пусть так. По крайней мере, этот ничтожный щенок сумел укусить меня. Неужели больше некому сразиться с легионом?» Архимонда такой «А, лол!» Это, понимаете, когда Трал говорит Тралу, что они орки, они свободны, а потом смеется сам над своей же шуткой? Это шизофрения. «Не понимаю, почему Монород так долго с вами возился?» «Мы сильнее, чем ты можешь себе представить, демон! Если нам уготована смерть, пусть будет так! По крайней мере, теперь мы свободны!» «Этот ничтожный щенок сумел укусить меня!» «О, блин, кто, кто сделал, блин, кто, кто был ответственен за, блин, озвучку? Позвоните мне, я вам озвучу половину персонажа, я меньше денег возьму!» Короче, смотрите, если этот ролик соберет хотя бы 10 тысяч лайков, я лично позвоню Гланцу и попрошу, чтобы он озвучил все роли в игре и сделаю, блин, озвучку из этого. Если этот ролик соберет 50 тысяч, я лично сделаю украинскую озвучку, обещаю вам! Ну, ладно, с актерами понятно, ну, блин, Россия, ну, крошечная, вот тут такая страна, откуда в ней взяться актерам озвучки? Озвучка, боже мой, что за варварство, блин, это, ну, какая-то бесовская херня, боже мой, их, наверное, идет Владислав Коп на улицу, и у него, пху, блин, плюют, потому что, ну, что это такое, чем человек занимается, нет, блин, на заводе въябывать и жену бить по вечерам, правильно? Вот то-то же, блин, ну, ну, нету актеров озвучки в России. И поэтому вторая проблема, помимо первой, это дикий мискаст на некоторую роль. Понимаете, я сейчас говорю даже не про Джайну и Артаса, которые о, привет, Джайна, о, привет, Артас, ты красивая, ты тоже, ну, что, пошли в палатку? Ну, ладно. Вот это я вам сейчас приблизительно, я, конечно, мутрирую, но, блин, они приблизительно так и звучат. Проблема-то немножко в другом, некоторые, блин, голоса не звучат, ну, вообще, абсолютно не... Ну, ты смотришь на персонажа, вот, есть новые, смотрите, обновили модельки Повелители Ужаса. Есть моделька уникальная теперь у обычного Повелителя Ужаса, у Молганиса, у Анатерона. Анатерон это такой Повелитель Ужаса, если вы, как я, блин, фармили эту сраную, эту сраную защиту Хиджала в свое время для Трансмога, вы знаете, о ком я говорю, это один из первых боссов Повелителей Ужаса. У него теперь уникальная моделька, он такой, жирный, раздобревший, такой, такой, смотришь на жирного Повелителя Ужаса, ты думаешь, ну, он, наверное, сейчас будет говорить, типа, да, Молганис, я поем души своих врагов, мельман, мельман, он такой выходит голосом обычного мужика, там, мельманис, я поем души своих врагов, дюб, 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 дюб. У нас сейчас одна задача — проследить, чтобы плеть исполнила своё предназначение. Если мы не справимся с этим, Архимонд оставит нас без голов. В общем, третья проблема — это перевод. Казалось бы, рефордж — это идеальный момент для того, чтобы связать текущий канон Вова, который... Я пытаюсь подобрать цензурную версию, как и что он теперь выглядит, но Blizzard в этом как бы сами не помогают. Blizzard такие. Мы выпустим три книжки, которые помогут нам, наконец, такое, как связать лор в айдина. Также Blizzard, уже в следующем аддоне. А, ну мы тут ещё редконов вам навезли. Ладно. Смотрите. Перевод. Сейчас идеальный момент для того, чтобы связать канон Варкрафта 3 и канон Вова. Вы выбросили Минотавров. Вы выбросили Кэрн. Вы выбросили Якэрн из племени Кровавого Рога. Якэрн. Вождь Минотавров Кровавого Рога. И теперь Якэрн из племени Кровавого Копыта. Вы зеленокожие, защищайте Кадоев. Якэрн. 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 Вождь Тауренов из племени Кровавого Копыта. Вы зеленокожие, сражались свирепо и доблестно. Кто вы? Держите оборону! Защищайте Кадоев! Понимаете? Вы выбросили, все не канонично. Все, у нас больше нет грома задиры. Когда я видел споры между людьми, которые говорили, что «Да вообще этот ваш софт-клаб переводит как жопа, там гром задира и фаре он свирепый». Все, это два аргумента. Это типа вот такой, ну ты же смотри, ну труповозка классно переведено, ну могильщик, повелитель могил, классно, есть же какое-то соотнишение. Целитель, он же исцеляет. Гром, задира и фаре он свирепый, твои аргументы, инвалиды. А теперь пойду и поиграю, пойду в крепость черной лаги и в долину штормов. Извините, у меня от этого бомбит просто пи... У меня есть на это пункт. Так вот, блин, перевод. Я пытаюсь проговорить про перевод. Они сделали все каноничным. Хорошо, зашибись. Малфурион Ярость Бури, Маэв Песнь Теней, Артес Метил, я не знаю. Проблема-то вот в чем. Они игру зацензурили. Вот, казалось бы, блин, в это трудно поверить, но я сейчас абсолютно серьезно. Смотрите, некоторые шутки... Раньше в игре были некоторые шутки. Достаточно пошлые. Они в оригинале тоже были достаточно пошлые. Например, лучница говорила интим и герболайф не предлагать. Я понимаю, что многие сейчас уже, конечно, даже не знают, что такое герболайф, но суть-то не в этом. Суть вот в чем. Например, у Дриады даже в оригинале была шутка. Ну, то есть, в русской версии она звучит так. Я заманиваю своих врагов, подражая человеческой самке. Ох, я так одиноко! Так одиноко! В английской версии эта фраза звучала приблизительно как... I'm so wasted, I'm so wasted! Я заманиваю своих врагов, подражая человеческой самке. Ох, я так одиноко! Так одиноко! То есть в оригинале Дриада подманивала человека фразой Я бухущая такая, боже мой Это было вырезано и из английской версии, и из русской версии Фразы про интимый гербовайф были вырезаны Волшебницы, которые флиртовали с тобой фразами Чего хочешь, зайка? И не так быстро, котик? Они тоже были вырезаны Еще и грудь волшебницам уменьшили Идите в китайский ММО, корейский, дрочите там У нас тут, блин, игра, детей даже не можете убивать в третьем Варкрафте Соснули Понимаете? Я люблю третий Варкрафт Я люблю канон Софт Клаба В нем, блин, куча отсебятин Я сделал четыре ролика на эту тему Каждый раз и отдельно Там, блин, да, там помимо Громаша, Задиры Помимо Грома, Задиры и Фариана Свирепова есть тупые вещи Ну, блин, Мидвагон Мидвагон, труповозка Это же, блин, это гениально Это хороший перевод Это отличная адаптация Тебе сразу понятно, что делает эта машина Она буквально умеет перевозить трупы Это же клево А тут у нас что? Мясной фургон Знаешь, что такое мясной фургон? Это фургон, сделанный из мяса, нахуй У меня злость пробивает каждый раз, когда это вспоминаю Почему, блин, Криптфинт стал Некроарахнидом, а Криптлорд стал Повелителем Могил? В чем логика, блин? Ну, хорошо, давайте вот там проявим немножечко креатива Криптфинт, Криптлорд Это два представителя одной и той же расы Ну, сделайте вот так, чтобы это было понятно по названию Хорошо, у вас есть Некроарахнид и Повелитель Могил Ну, хорошо, то есть будет Некроарахнид и Повелитель Некроарахнидов А? Да, звучит немножечко кривовато, ну, блин, хоть что-то Ладно, вам нравится Владыка Склепа Блин, Владыка Склепа, Повелитель Могилы, это же каноничный То есть у вас пусть будет Солдат Склепа и Владыка Склепа Классно, а? Вот, идейка Я повторюсь, есть нормальные изменения То есть, раньше были у Кровавых Эльфов ястребы Вот юнит тупо назывался Ястреб А это выглядит штука, как помесь дракона с птицей Это Дракондор Дракондора там, муа-муа, отвечают Это вообще вот прям, дайте человеку, блин, небольшую премию Как и человеку, который придумал слово поганище Но, блин, раньше были мясники, это была отсылка на Дьявла Сейчас будем заканчивать прозвучку, но я хочу упомянуть конкретно трех человек Вернее, трех актеров Даже не трех актеров, а трех персонажей Это Громашетский крик, Капитан Альянса и Кельта Солнечность Китая К Громашу у меня просто невероятное огромное количество претензий Я не понимаю, как так получилось Ты слушаешь диалоги Громаша и Трала И они хорошо звучат В них есть актерская игра В них есть там разные интонации, тембр голоса Я верю в то, что общаются два человека Ну, орка Как вообще здесь оказались эти люди? Да примерно так же, как и мы, братишка Кстати, их вождь, девчонка по фамилии Праудмур Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север Нам в любом случае придется идти через этот перевал Охотники разведывают обстановку, а мы пока разобьем лагерь До тех пор людей не трогать Как скажешь, вождь А потом я получаю под командование Громаша И что я слышу? Вместо, ну, старого такого пораженного ветерана Или там буйно помешанного неадекваши У них, то есть, на самом деле Наш Громаш в софтклабовской версии И классический Громаш Это абсолютно два разных персонажа Но они довольно прикольные, каждый по-своему То есть у Назарова есть отличная энергетика Он прям такой просто эталонно прирожденный орк Его приятно слушать А потом ты слышишь нового Громаша, его отклики И ты не понимаешь, как так получилось Его же, ну, он абсолютнейшее бревно Да Кого убить? Раааа Ты умрешь Клан песни войны непобедим Пора исполнить наше предназначение Пулею пробита днище котелка Я не могу больше ждать Как скажешь Ну, блин, я не знаю, как так получилось У меня есть только одно подозрение, оно опять связано с нехваткой времени То есть сначала актеру озвучки дали сценарий Он записал эти свои полторы тысячи реплик За неделю, допустим Я не знаю, сроки Все записалось нормально, все нормально звучит А потом ему снова звонят Blizzard и говорят Слушайте, у нас тут еще 500 реплик голосовых откликов У вас на них есть 2 часа И они стали писать за 2 часа 500 реплик И записывали просто все с первых дублей Ладно, дальше Капитан Капитан Альянса это лучший персонаж в игре Я вам клянусь Серьезно, я когда его услышал Мне кажется, это один и тот же актер озвучки И что самое смешное Это единственный актер озвучки Рефорджида Который помнит свою старую роль Нужно было стать крестьянином Как хотел мой отец Надо было стать фермером Как хотел мой отец Жалование гроши А служба не сахар Жалование гроши А служба не сахар Слушаю Слушаю Что прикажете Что прикажете Чем могу служить Да, сэр Почему капитан? Почему из всей плеяды персонажей Единственный Это тот, кто, блин, не был Даже Дарри Форджида У которого даже не было имени Дарри Форджида Фалрик, блин И Марвин, да? Боссы в зале отражения Им дали теперь имена Загадочно И третий Это Кельтас Солнечный скиталец Он же Дмитрий Полонский Дмитрий Полонский Отличный актер озвучки Смотрите Он озвучит и Кельтаса И Газлоу Я лично Пока не узнал этого, блин Из чертового интернета Я этого вообще не понимал То есть у него достаточно широкий тембр ролей Полонский озвучивал Кельтаса В Ледяном троне Полонский озвучивал Кельтаса В Бернинг Крусейде Полонский озвучивал Кельтаса В Героях Шторма Полонский озвучивал Кельтаса Где? Он у нас был где-то в последних аддонах? Да наверняка был, господи боже мой Я не, например, у меня нет цепочки Я не получал Кровавым эльфам доспехи Потому что я не гей Извини У меня нет кровавой эльфики 120 уровня А я слишком гетеросексуален Чтобы создавать эльфа Извините У меня даже охотника на демонов нет И он озвучивает Кельтаса В рефоржде Скорее всего он еще и будет озвучивать его в Хертстоуне Странно, что там еще нет Энергия, сила Мой народ без них не может Мой народ Лишился всего Наш свет Угас Осталась лишь Жажда магии И мести Энергия, сила Мои люди без них не могут Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца Добро пожаловать в будущее Человеку, блин, 60 лет Он за этой ролью 20 лет уже опыта имеет И он отлично озвучивает Кельтаса Все еще Но есть Одна проблема Кельтас Эльф Аполлонский человек Мы стареем И это сильно заметно по его роли Альянс подвел мой народ Время Альянса прошло Я теряю терпение Я теряю терпение Чего мы ждем? В чем дело? Пора в путь Пора в путь Он хорошо играет Он хорошо играет Кельтаса Более того Ну в его голосе чувствуется Такая усталость То есть Он все еще хорошо играет Кельтаса Но он играет Кельтаса Знаете, которого уже все заебало Он просто хочет, чтобы от него все отстали И это очень печально Но есть ли что-то хорошее? Да, разумеется Модельки очень красивые Нет, я абсолютно серьезно Когда они стационарные Они выглядят очень даже здорово Мне не нравятся То есть Приятно Приобрететь камеру И посмотреть на бойцов Пора в путь Мне особенно нравятся Хэтхантеры Орды Ну, охотники за головами Тролли То есть Блин, у них классная детализация У них вот это копье У них Наплечник в виде тролльского символа У них какие-то там Торчат сзади Помимо копий Череп человеческий У них есть очень прям прикольная Стильная Анимация Когда он стоит Просто ничего не делает Он берет Такой в один момент Вставляет копье в землю Такой Хоба Поправляет свой ракет Потом достает копье Он хорошо Приятно Анимирован Но Только они начинают двигаться Понимаете Это прям эталонная ловушка Я сам в нее попался То есть Я запускаю реф Я следил за рефорженом Блин Я каждую новость глотал Как саных Блин Как саная 15-летняя фанатка Игр Каких игр Как саная 15-летняя фанатка Бойцбандов Я следил за каждой новостью Я открываю Я смотрю Блин Ну какие же охеренные модельки Они детализированы Там Они теперь все отличаются Друг от друга Нейтралы Абсолютно Невероятно Классно А потом Я такой Включил игру Начинаю смотреть на то Как они двигаются И такой А как во всей этой каше Разбираться То есть Без шуток Я вот Клянусь Я до конца не верил В то что Мне все люди говорили Да ну блин Чувак Эти модельки Сливаются в говно ебаное Когда начинают двигаться Я в это не верил А потом я запустил И я Зараза Я понял Это за первую минуту Я клянусь Это просто жопа И ладно Типа Они плохо анимированы Они там Сливаются В едино Проблема в том Что некоторые из них Анимированы Ну просто за гранью Добра и зла Мне особенно Два примера нравится Это Горный король Повелитель ужаса Горный король Он стоит Он такой Ну он такой Бычара Нормально Все Ох ебт А потом Начинает бежать И он двигается Так как будто Навалил штаны Это как-то Для горного короля Ну Не Совсем не очень А Повелитель ужаса Ой не Повелитель ужаса Стражи ужаса Это боже мой Это просто Ух По-моему Сейчас вышел патч В котором их Исправили Ну блин Они двигались Как будто Они сбежали Из Луни Тюнс Когда я играю В Варкрафт У меня не должно Блин Возникать таких Ассоциаций Это ж Ну это просто Жопа А еще Блин Есть просто Супер классное Дизайнерское решение Помимо ушли Девайш Это тоже Ну это исправили Это исправили Полоска хп бойцов Того же цвета Какой флаг Проблема в том Что есть черный флаг И черная полоска хп На фоне черного флага Это довольно-таки странно Ну что еще неплохого было Да Есть три измененные миссии Причем измененные Довольно неплохо Это Стратхолм Лунасвет Долоран Все три миссии Это города И это три миссии Из первых двух компаний Что как бы показывает нам Что Близзард Не успели В каждой из этих миссий Карта была переделана полностью В Стратхольме Когда ты начинаешь Убивать жителей По-моему на 25-м 50-м Ты еще дерешься С мини-боссом Если вы опять же Проходили путешествие Во времени В Стратхольм Вове Вы знаете о ком я говорю Это если не ошибаюсь Поганище По имени Мясной Крюк И некромант Какой-то там Гниложоп Гнилоязыки Я не помню Забавный факт Гниложоп Гнилоязыки Теперь это его Официальное название У него есть реплика Когда он появляется Он говорит Артасу Что-то в стиле Оооо Блондинистый щенок Щас я тебя к батьке Та отправлю Который уже давно Должен гнить в земле Не суй нос Не в свое дело Щенок Ползи назад К своему дряхлому папаше И дожидайся Конца света Вместе с ним Я на форумах Видел Восхищение Чего-то Кто написал Типа Ооо прикольно Они его даже озвучили Если вы Такой же дебил Как я И любите лазать Внутрь Редактора миссии Редактора компании Вы поняли о чем Редактор карт Да То Вы наверняка Лазали в звуках И в старой компании Эта реплика Уже есть Я даже больше скажу В игре В компании Очень много реплик Которые я не слышал Ни при каких условиях Например Я точно знаю Две странные вещи Во-первых В второй миссии Заартоса В классическом Ваккрафте В новом Скорее всего тоже Я знаю У пехотинца Есть реплика Если на вашу базу Напали Вы всегда можете Зазвенить в колокол И выдать крестьянам топоры Ну вы знаете Эту способность Альянса Да Ополчение Если на ваш город Нападут враги Ударьте в колокол На городской ратуше Работники Немедленно Бросят все свои дела И возьмутся За оружие Я не знаю Триггер Который ее активирует Потому что у тебя По базе бегает Сумасшедший утер Который долбит Этих орков Этих орков Как не в себя Еще по две башни С каждой стороны Стоят Я типа не представляю Что нужно сделать Чтобы орки прорвались И вторая реплика Она особенно странная Потому что Она вырезана Вот здесь Я сейчас Чисто про свою память Рассказываю Нет никакого вообще Шанса Что я не бредовый Сумасшедший Но После победы Над Малганисом У Артаса была Реплика Все кончено Как я устал Но почему-то сейчас В современном Редакторе карт Ее не найти Почему так Остается только Догадываться Все кончено Как я устал Потом Осада Луна-света В ней Был добавлен Никто иной Как Анастериан Солнечный скиталец Король Кельтаса Кельтаса Король Кельталаса Отец Кельтаса В ней был добавлен Анастериан Солнечный скиталец Король Кельтаса Отец Кельтала Бля Тихо Я справлюсь В ней был добавлен Анастериан Солнечный скиталец Король Кельталаса И отец Кельтаса Король Блин Кровавых эльфов Ну высших на тот момент Насколько я знаю, пусть я и не читал Восхождение Короля Лича, они там достаточно много о чем могли побазарить с Артасом. А в компании он немой. Понимаете, немой король правил кровавыми эльфами. Наконец-то. Ну что еще? Так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Неудивительно, что эти тупыри так слили свою родину. И, блин, ну вот это ярчайший показатель. Это, ну, это новая миссия, она, блин, переделана с нуля. В ней тебе дают в конце Сильвану, когда ты убиваешь, в качестве банча, как героя полноценного. Да, там ей артефактов нет смысла выдавать, и способности у нее немножечко изменены. Нет, по-моему, чего нет. Безмолвие есть? У нее нет черных стрел, потому что у нее нет лука на тот момент. Казалось бы, классные изменения, но вот этот немой Анастерия, он как бы показывает, что мы не можем не обосраться даже вот в этом. И вот это, в принципе, вот. Это весь реформ. На каждое хорошее изменение есть какой-то абсерд. И нередко изменение мелкое, абсерд крупный. Каждая миссия должна быть как Стартхольм. Она должна быть изменена, она должна быть больше похожа на свою Вововскую версию. В ней должны быть новые реплики, в ней должны быть там новые секреты. Кстати, про секреты, блин. Даже с секретами они умудрились налажать, хотя казалось бы. Например, во второй миссии компании Зартоса, когда он еще человек, за деревьями деревь... Есть деревня Мурлока. И в ней за деревьями есть деревня Огров, с которых падают перчатки Огра плюс три к силе. Такой, в принципе, неплохой артефакт для начала игры. Раньше эти сраные деревья, за которыми прятались Огры, нужно было рубить крестьянами. Сейчас их просто нет. Еще во второй компании Артоса уже мертвого нет деревьев там, где раньше жили маги. Но при этом, блин, почему-то деревья остались там, где гидролиска нужно секретного добыть. Или там, где секретное место отдыха панд. Мне непонятно, чем они, блин, думали. Почему вот половина секретов стала проще, половина нет. Ну, кстати, игра сама по себе стала проще. Я сейчас абсолютно без сарказма говорю. Даже на нормальном уровне сложности у всех на 10% меньше хп. Зачем? Понимаете? В рефоржде я впервые прошел миссию оборону дольного очага, она же оборона Харглена, она же пятая миссия компании людей. Где тебе нужно полчаса сдерживать армию тьмы, да? В ней я впервые в рефоржде сумел сравнять с землей обе базы андедов без читов, Карл. Вот эти 10% имеют, блин, очень большой вес. Зачем? Я не понимаю. Люди жаловались. Ой, боже мой, какой сложный Warcraft 3! Я казуал! Я хочу, чтобы мне эпики на почту присылали! И чтобы в Херстоуне за меня был режим, где ничего не надо нажимать и войны сами... Стоп! То есть, ну, блин, кому мешала сложность третьего Warcraft? Он не был никогда очень сложным. Ну, не делайте его там. Он не был... И вот, что мы потеряли. Мы потеряли старую озвучку. Мы потеряли возможность играть в старую версию игры. Чё у нас там ещё? Компании сразу не все открыты. То есть, я не могу, например, запустить мою любимую компанию Рексара сразу на старте. Нет, блин, я должен пройти всю чёртову цепочку, чтобы посмотреть на то, как там озвучен этот сраный повелитель зверей. А я люблю компанию Рексара. Компания Рексара — это лучшее, что есть в Ледяном Троне. Это, блин, для целого отдельного ролика достойная тема. А я должен снова в который раз идти там дубасить Артасом и Ледяном. И я даже не буду заикаться о том, как выглядит херово сцена драки Артаса с Ледяном. Это, блин... Близзард поторопились. Близзард хотели срубить побольше бабла. Я не знаю, от кого там сверху пришло уведомление. От Бобби Котика или каких-то там теневых аукционеров. Ну, факт остаётся фактом. Мы получили незаконченную игру. Мы за неё можем заплатить 1300 рублей. И Близзард за это заслуженно получает ушат помоев. Стоит ли играть сейчас в Warcraft Reforged? Ну, понимаете... Я не знаю. Есть сейчас пиратки на... На... Понятия не имею. Я не проверял. Можете попробовать посмотреть. Да, симпатично. Да, может там некоторые новые фразы, реплики послушать. В целом... Ну, не знаю. Маэф неплохо озвучена. Она у меня не вызывала вообще никакого коринжа. Малфурион или Дан вообще отлично. Ну, и Тирэнд, соответственно. В смысле Тиранда. В смысле Тирэнд, в смысле Тиранда. Какой-нибудь Кельтаса приятно послушать. Да, Полонский всё ещё молодец. Ну, а с другой стороны, блин, а зачем? Вы можете запустить старую игру со старыми актёрами. Получить хороший опыт. То есть Reforged неплохая-то игра, но... Это заслуга старой игры. Той, которой 20 лет. И это довольно печально. Спасибо, господа, тем, кто остался со мной до конца. Надеюсь, вам был интересен этот новый формат. Мне было интересно рассказать про то, что я думаю про Reforged. Я понимаю, что я не упомянул, наверное, половину всех проблем, но я и говорил чисто про компанию. В компании вот это всё мне очень сильно бросилось в глаза. Да, всё очень плохо, и я не знаю, как Близзы будут это править, потому что там работа на, блин, не один десяток патчей. То есть в лучшем случае мы сможем поиграть в хорошую игру годика через полтора. Спасибо за бета-тест, как говорится. Ладно, в любом случае я бросаю ныть. Повторюсь, спасибо за то, что послушали. За то, что остались мне верну до конца. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте обязательно комментарии. Оставляйте лайки. Будем делать разлучку с гланцем и украинскую. Сейчас, сейчас я вам симпровизирую что-нибудь. Будьте прокляты, Малганусе! Я найду тебя и на краю земли! Ты чуешь меня? На краю земли! Ну вот как-то так это приблизительно все будет звучать. Если вам понравилось, вы покекали, оставляйте лайки. Я еще завел себе патреон. Если вы хотите, чтобы я регулярно покупал себе сосиски с хлебом, подписывайтесь на мой патреон. И пофигу, что доллар подскочил, мы все скоро умрем. Ладно, в любом случае, бывайте, мы еще увидимся. Я надеюсь, вот в прямом смысле. Ну вам же понравилось, как я кривлялся, да? Выключай.